В 2020 году направление финансовых рынков и государственного долга провело 23 мероприятия, по результатам которых выявлено 72 нарушения на сумму более 12 миллиардов рублей, обеспечен возврат средств в сумме около 9 миллиардов рублей. Приоритетными направлениями являлись мероприятия по аудиту деятельности банковской системы страховых и финансовых рынков. В 2020 году проведено контрольное мероприятие по проверке эффективности расходования средств федерального бюджета на страхование, по итогам которого Счетная палата предложила Банку России проработать вопрос о реализации принципов рискоориентированного подхода и пропорционального регулирования для страховых компаний. Были выявлены риски неисполнения обязательств по государственным контрактам на страхование, в связи с чем Счетная палата предложила проработать вопрос об уточнении законодательства о госзакупках. Приоритетными задачами, на которых была сосредоточена работа направления деятельности в сфере долговой тематики, были аудит Фонда национального благосостояния и заимствование международных финансовых организаций. В ходе изучения эффективности размещения и использования средств Фонда национального благосостояния, было отмечено, что действующие документы по управлению средствами ФНБ не определяют конкретные принципы управления средствами Фонда после достижения им 7% объема ВВП. Также не определены критерии отбора новых проектов, отсутствует методология оценки инвестиций нерыночных, то есть неликвидных активов Фонда национального благосостояния. Под постоянным контролем находились вопросы государственного долга субъектов Российской Федерации. По этой тематике проводится целый комплекс мероприятий, включающий анализ информации по всем регионам Российской Федерации. Проведено контрольное мероприятие в Республике Мордовия и Псковской области, по результатам которого направлены представления руководству регионов с требованием принять меры по устранению нарушений, а также направлены рекомендации правительству Российской Федерации. Рекомендации.